Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. И сейчас мы поговорим действительно о проблемах, проблемах коммуникации общества и власти. Иногда кажется, что как будто бы сознательно пренебрегают вот этой необходимостью что-то объяснять обществу. Происходит какой-то вот такой misunderstanding. И иногда это происходит или сознательно, а может быть в силу каких-то других причин. Вот что должно произойти для того, чтобы общество и власть слышали друг друга и воспринимали друг друга как полноценных партнеров. Об этом мы поговорим с президентом Латвийской ассоциации коммуникации, организатором ежегодного конкурса коммуникации. С Андрой Борг-Ржечицкой. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да, и на самом деле хочется поговорить про все эти принятия решений и донесения, аргументации. Ну, вспомни, не знаю, два года назад для меня ярчайший пример был, когда нельзя было во время ковида продавать трусы, а висящие рядом носки можно было. Или наоборот. То есть, логики никакой, но приняли решения, не объяснили, вот как это все. Вообще, откуда берутся эти коммуникационные ошибки или лакуны? Это нежелание и определенная высокомерие принимающих решения. Это отсутствие культуры коммуникации, может быть, в определенном смысле. На ваш профессиональный взгляд, как? Это прекрасный пример, когда все решения напрямую связывают с коммуникацией. Ребята, мы должны заявлять. Есть неправильные и даже можно говорить, может быть, глупые решения, и есть коммуникации про них. Но когда мы сталкиваемся с любимым вопросом, мы как-то всегда это складываем вместе. Если нам нравится решение, мы с радостью смотрим на коммуникации. Если нам не нравится решение, тогда мы очень часто говорим, что это плохая коммуникация. В этом примере по распространению товаров во время COVID, конечно, самая суть проблемы в том, что принятое решение было, может быть, не совсем уместным. И тем самым она создала впечатление про то, что коммуникация про все другие ограничения, которые связаны с COVID, тоже кажутся нелогичными. Это как пятно, которое может испортить все общее впечатление или создать впечатление недоверия к решениям в целом. Но я бы хотела говорить, что мы должны понимать, что в этот момент все поле коммуникации очень меняется. Каждый из нас может в любом моменте быть медиа, социальные сети, разные источники информации. И мы выбираем то, что мы хотим видеть. Мы живем в определенных информативных пузырях, и тем самым любая коммуникация, объяснение своего вида, оно становится труднее, потому что всегда нужно считаться с мнением разных групп. И как этому научиться? В конце концов, есть несколько кафедр и Страдани университета, и Латвийский университет отделения коммуникации. Казалось бы, есть и профессура, преподаватели, есть студенты, каждый год выпускаются все эти пиарщики. В чем тогда проблема-то? Плохо учат, плохо учатся. Вы знаете, нет, мир меняется. И это профессия, где нужно учиться всю жизнь. И это та профессия, где, например, с развитием технологий или сетей, или всем остальным, все время меняются методы и каналы, как мы разговариваем с обществом. И тем более, например, если мы говорим про конкурс, который мы устраиваем, Meet & Links, там есть две главные задачи. Одна задача, конечно, оценить лучшие работы Балтии, но вторая, еще важнее для всей отрасли, это чтобы люди могли учиться, чтобы новые специалисты могли смотреть новые методы, каналы, способы. Потому что очень важная часть всего конкурса — это shortlist presentation, где все поданные работы, которые стали лучшими, делают презентации, и можно видеть, как их строили. Тем самым молодые профессионалы могут учиться от лучших работ Балтии и делать свою отрасль, потом развивать дальше. Но вот говоря про новые каналы, мы видим, как, например, укорачивается вот этот путь между политиками и его избирателями благодаря социальным сетям. И вот можно вспомнить, насколько был популярен блог Барака Обамы. Люди с готовностью подписывались, постили. То есть им достаточно было обратиться напрямую к своим избирателям, чтобы объяснить те или иные решения. Здесь не нужно как-то долго выстраивать. Вот каким образом, еще, может быть, какие-то примеры того, как можно упростить вот эту коммуникацию власти и общества? Я боюсь, что я должна говорить наоборот. Коммуникации с обществом становятся труднее, потому что одна из вещей, что показывает любые исследования, одновременно есть очень твердые убеждения. Ну, я возьму совсем другого рода пример. Например, естественное старение или интерес к искусственной красоты. Есть люди, которые с таким же убеждением будут отстаивать мнение, что только естественное старение — это то, что делает человека счастливым. И есть люди, которые будут отстаивать мнение, что только искусственная красота и продвижение молодости может сделать человека счастливым. И это пример, что одновременно в любой тематике, неважно, новый завод, будут люди, которые будут уверены, что новые рабочие места — это то, что нужно этому городу. Но будут люди, которые будут беспокоиться про среду, или будет другая группа людей, которая будет больше беспокоиться про то, что шум или индустриальный район будет, например, ухудшать ценность недвижимости. Тем самым в каждой ситуации есть разные мнения. И задача того, который ведет этот проект, понимать, что односторонние коммуникации, и просто утверждение, что так будем делать, и так будет правильно, к сожалению или к счастью, уже давно не работает. Мы должны слышать разные голосы, мы должны понимать, что для этих людей важно, и мы должны разъяснять, какие будут преимущества и какие будут новые возможности. И это очень трудная работа, потому что у каждой из групп есть другие аргументы, которые в тот момент превалируют. Ну, тут я с вами, безусловно, согласен. Коммуникация с широкими, в прямом смысле, слоями общественности, она становится все сложнее. И не потому, что какие-то есть четко выраженные и хорошо аргументированные интересы просто с развитием социальных сетей тех же самых, появляется возможность высказать свое мнение. И тут мы упираемся в другую проблему, когда профессионалы и эксперты должны слушать профанное мнение и ориентироваться на него. Ну, миллион мух не может ошибаться, да? Это вкусненько. Ну, это не вкусненько ни разу. Поэтому, если... Ну, разве не так? Если слушать голос каждого, то вообще никто никуда не сделает никакого шага. Потому что всегда найдется кто-нибудь, который скажет и приведет пример, и будет по-своему прав. Да, этот завод, он оставляет там какой-то выхлопной след, как это правильно сейчас называется, вредит экологии и так далее. И аргументы за то, что это современные технологии, очистные сооружения, там, тра-та-та, тра-та-та, они упрутся вот в это непонимание, как я уже сказал, профанное. Но это слишком сложный и действительно это на долгую беседу тема. Хотелось бы, знаете, что уточнить. Вот пример, который привел Олег Барак Обама, его твиттер, например. Рассмотрим примеры коммуникации местных политиков. Но ведь зачастую Ренкевич что-нибудь пишет, как правило, перед сном. Перед сном. Он очень активен в твиттере. И куча не самых комплементарных отзывов прилетает о том состоянии вероятном, в котором он это пишет и все такое прочее. Либо из последних примеров Мартин Штакес, я так понимаю, ковидом заболел и тоже написал, что в ближайшее время он будет работать из дома. Ну, почитайте ветку комментариев. Там один-два, которые пожелали ему здоровья. Чисто по-человечески. Человек заболел, ему сейчас будет плохо. Вот наш коллега, например, вторую неделю валяется, достаточно тяжело болеет. Ну, это же, по-моему, нормально. Либо промолчать, либо пожелать здоровья. Нет, там... Да, чем он там будет? Да, будет он работать на доленке? Стопки, что ли, мыть? Вот такого издевательского содержания абсолютное большинство комментариев. И в этой связи вопрос. Стоит ли политикам играть настолько в открытую и самим вести свои социальные сети? Потому что прилететь может в любой момент все, что угодно. И зачем провоцировать? Мой ответ стоит. Я думаю, что вообще мы живем в такое время, что нужно считаться с разными мнениями. И в тот момент, если... И это одновременно своего вида термометр здоровья общества или часть интернета анонимна. Ну, публичная часть. И, конечно, если мы видим очень большую горечь или очень большую изменение ценностей или если мы видим тенденции, которые показывают на то, что очень большой уровень недовольствия в обществе — это такой же знак, как то, если люди дискутируют конструктивно по определенным вопросам с разными мнениями. Я думаю, что первый пример, где это был самый яркий пример этой ситуации, это был Brexit в Англии. Когда люди, которые были совсем другим мнением, долго не услышавшие, которого долго не слышало правительство, показали свою силу. и приняли решение, с которым потом очень долго и правительство, и Евросоюз не знают, как справиться. Кстати, это отличнейший пример. Тем более, что согласно всем последним опросам социологическим, британцы хотят обратно в Евросоюз и считают Brexit ошибкой. Нет, они не то, что считают, они говорят, мы голосовали, просто протестное голосование. Мы хотели, чтобы правительство поняло, что мы с ним не согласны. Единственный способ был вот на этом голосовании проголосовать против. Раз вы говорите за, мы проголосуем против, чтобы вы поняли, что мы недовольны. Вот и получается, что мнение меньшинства развилось до мнения большинства, было принято определенное решение, сломаны бизнес там, цепочки. Это плохая коммуникация, да? Не знаю. Нет, я думаю, что это плохая. Я думаю, что там есть две вещи. Конечно, с одной стороны, можно говорить про часть коммуникации, но можно говорить про несделанную домашнюю работу правительства. Если долгое время игнорировать мнение определенной группы или недовольствие определенной группы, то тот момент, когда может выйти в кризис или большие риски для остального общества, может быть просто неожиданным. И здесь это один из примеров, когда противники Евросоюза сделали хорошую компанию коммуникаций, работали по сетям и очень сильно с технологией. И они продвинули дальше мнение, которое поставило врасплох государство. И здесь мы можем говорить про технологии, которые были использованы в этой компании, но мы можем говорить и про ту часть, что правительство не делало свою домашнюю работу в долгом периоде, оставило без своего вида внимания одну очень большую часть аудитории, с которой не общалась, потому что думала, что она инертна и она не дает голоса. И это пример, с которого учиться. Вот интересно, можно ли это гипотетически перенести на какую-то страну, может быть есть такая на свете, где лет 30 не прислушиваются к мнению значительной части населения? Чисто гипотетически. Конечно же, вряд ли есть такая страна на свете. Вероятно, ритмически, да. Наверное, можно. И я думаю, что это не единственная страна, где можно сравнивать такие примеры. А вот если говорить о таком тоже ярком примере, как повышение сейчас зарплат у части общества, скорее у руководящих чинов, которые вызывают страшное раздражение общества, здесь какое-то такое объяснение, опять-таки, не очень логичное и, ну, прямо скажем, достаточно наплевательское. Да, вот мы решили, вот нам есть возможность сейчас, потому что сейчас прошли выборы, а через три года вы все равно забудете, что мы сделали, и проголосуете снова за нас. Ну, то есть вот примерно... Ну, кстати же, коммуникация со стороны Рижской думы была примерно такой. Ребята, вы чего? Вы на что обижаетесь? Мы могли поднять себе зарплаты в два раза, а подняли всего в полтора. Ну, вот это, как пример, ну, я не знаю, объяснение обществу, оно, коммуникация, оно работает или это плохое? Я думаю, что это опять интересный и хороший пример. И я бы все-таки в этот раз суприкала способи или действиями это месседжинг, который используется. Да. Здесь опять всегда нужно разделять коммуникацию и само принятое решение. Вся система норматива строена на того, что есть определенные уровни зарплаты, в том числе в государственном, именно в государственных структурах по определенным коэффициентам применяются определенные коэффициенты на зарплаты, тем самым, если не повышать зарплаты высшего эшелона, тогда нельзя повесить зарплаты и другим. Если мы смотрим, средняя зарплата в государстве чуть-чуть больше 1300 евро в этот момент. и повышение зарплаты происходит постепенно, и повысилась и минимальная зарплата. Но я, конечно, согласна с тем, что аргументы, которые здесь были приведены, не были неясны для общества, и это казалось социально несправедливо. Не хватало публичной коммуникации с уважением к обществу и с понятными объяснениями, почему решение принимается именно в этот момент, когда, может быть, очень много людей борются с большими счетами и думают, можно ли послать ребенка в кружок или оплатить счет за топливо. Тем самым, конечно, нужно всегда разделять, где коммуникации, а где просто не вовремя принятое решение или плохо объясненное решение, которое дает это ощущение несправедливости. То есть хотелось бы порекомендовать все-таки в такие моменты чуть меньше высокомерия и чуть больше взаимной вежливости. Да, и это основа всегда хорошей коммуникации. Первые враги коммуникации – это высокомерие, и, конечно, с этим можно только согласиться. Надеемся, в этом конкурсе Meet & Links будет масса примеров удачных коммуникационных компаний, желаем, не знаю, ярких примеров действительно всем нам. Да, и могу предложить подключаться и делать анализ вместе с нами и участвовать. А давайте, в конце концов, спасибо вам огромнейшее. Президент Латвийской ассоциации коммуникации, организатор ежегодного конкурса коммуникации Meet & Links, Baltic Communication, Наварт, Антроборг, Ржецитска была с нами. Хорошего дня, всего доброго. Всего доброго, до свидания. До свидания.